Детство коренной азовчанки Галины Шаповаловой пришлось на труднейшие военные и послевоенные годы. После школы окончила Ростовский медицинский институт, затем работа по распределению в городе Шахты и возвращение в родной Азов, где молодого врача приняли на должность инспектора в городской отдел здравоохранения. В октябре 1968 года на территории завода КПО была организована медико-санитарная часть, а главным врачом назначена Галина Шаповалова. В 2002 году медсанчасть преобразовали в поликлинику номер 2 ЦГБ города Азова, которой замечательный доктор руководила до 2018 года. Наша редакция связалась по телефону с бывшей коллегой Галины Георгиевны Ромелой Веленовной-Галаянц. Она была просто необыкновенным человеком. Очень много сделала для нашего города. По-моему, нет в городе ни одного человека, которому бы она не помогла. Она вырастила десятки хороших врачей, которые сейчас работают во всех городских больницах и поликлиниках. Она была, конечно, строкой, но справедливой. И всегда горой стояла за своих подчиненных, за нас. В коллективе мы ее, конечно, любя называли маменька. Она нас очень любила, всегда защищала. И мы ей настолько благодарны. И просто это такая невосполнимая утрата для нас, что она ушла. И к некому обратиться. Мы за ней были, как за каменной стеной. Конечно, вечная память ей навсегда останется в наших сердцах. Бывший генеральный директор завода КПО Георгий Самодуров хорошо знал Галину Шаповалову и особенно отмечает ее организаторский талант и человеческую чуткость. Она же проработала, возблагала медсанчасть на заводе, была главным врачом на протяжении десятков лет, наверное, больше пятидесяти лет. Ее многие люди знают как искреннего, очень доброго, честного человека, которая по своей жизни помогла и спасла жизни, наверное, десятков, сотен тысяч людей. Поэтому, конечно, в нашей памяти она останется именно такой, светлой, чистой, искренней. И очень печально, что из этой жизни уходят такие светлые личности, такие, очень добрые, искренние люди. К сожалению, жизнь идет, значит, уходят из жизни люди, значит, этот процесс, не в силах, никто остановить. Но память о ней не идут, я, по крайней мере, могу однозначно сказать. Память о ней, вот, у моих близких, у моих друзей, знакомых, о ней будет долгие-долгие годы.